Привет, друзья мои, это Тимур Ханов, Новосибирск, площадь Пименова, там, около ГПНТБ заканчивается митинг против пенсионной реформы. Митинг совершенно необычный, хотя нет, вполне заурядный, поскольку его уже было немало, а необычен тем, что на нем выступали представители разных партий, и специально из Питера или из Москвы приехал заместитель руководителя партии Яблоко Николай Рыбаков. И мне захотелось с ним поговорить, потому что Питерец, и вот это место, не случайно здесь оказались мы. Друзья, смотрите, вот это наша колонна, памятник такой, напоминающий Александрийскую колонну, посвящен он предприятиям, людям, культурным учреждениям, которые были эвакуированы во время войны Великой Отечественной Новосибирск. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Тимур. Как, что-то вам напоминает, что-нибудь напоминает вам вот эта вот колонна? Да, она, конечно, очень напоминает, и было трогательно очень сюда прийти сейчас после митинга, потому что для каждого ленинградца это очень значимая часть нашей жизни, каждого из нас, потому что в каждой семье ленинградской есть люди, которые не пережили блокаду. Это у меня прадедушка и прабабушка на Пискаревском кладбище, для нас это, конечно, все очень важно и значимо. И, вы знаете, это может быть не так в Новосибирске заметно, но очень часто, когда начинаются различные разговоры о наших отношениях со странами СНГ, бывшими союзными республиками, и разные националистические выступления, я часто людям говорю, вы не забудьте, пожалуйста, где находились ленинградцы во время блокады. И, конечно, сложно это все было, и, конечно, отношения везде было по-разному, но люди выжили благодаря этому, поэтому все очень тяжело. И, вы знаете, самое интересное для меня, вот лично было две тут таблички, это, конечно, то, что Евгений Александровичу Мравинскому табличка, и на ленинградской филармонии сюда переехавший, эвакуированный, и завод Светлана, который находится, когда я был депутатом в Петербурге еще, он прямо находится в центре моего избирательного округа, огромный военный промышленный завод. Пожалуйста, извините, давайте, чтобы зрители, давайте мы вас правильно назовем, кратчайшая биография, чем же сейчас занимаетесь? О, прям всю биографию. Не, не, кратчайшая, кратчайшая. Кратчайшая, я заместитель председателя партии «Яблоко». Коренной петербуржец, ленинградец еще, родился в Ленинграде. Ленинградец, да, я родился в Ленинграде в 1978 году, «Яблоко» пришло в 1995 году, уже 23 года назад я закончил университет путей сообщения, по образованию я экономист-строитель. А по жизни теперь политик. По жизни теперь политик, и вот этим я занимаюсь 23 года своей жизни. И я 8 лет возглавлял экологический правозащитный центр «Милона» в Петербурге, был его директором. То есть опыты работы? До этого я был главой администрации района гражданка в Петербурге. А, то есть чиновником успели побывать? Или это больше представительская работа? Нет, это административная. Я был депутатом 6 лет, и потом меня коллеги, когда прошла реформа местного самоуправления, коллеги избрали меня главой администрации. Я перестал быть депутатом, стал чиновником. Ну что же, ну что же, так сказать, чиновником. Хорошо. Вот вы сейчас выступали на митинге, который организован коммунистами. Раньше у вас доводилось выступать? Ну он все-таки организован коалицией, в которую входят те коммунисты «Яблоко». А мне доводилось выступать, я ровно... А, ну это было я в Новосибирске, но не здесь я выступал, да, вот на соседней площади. По экологическим проблемам я приезжал, это был ужасный, что погода... Я помню, помню, снег летел, да. Вот такой митинг. А так, если честно, не знаю уже, какие предпочтения ваши зрители, я не очень люблю выступать на митингах с коммунистами. Ну, в том числе и потому, что я пытался сегодня людям об этом сказать, не знаю, насколько поняли, прочувствовали, что, ну, нельзя думать, что можно воевать в Сирии, что можно поддерживать войну на Донбассе и направлять туда силы, средства, людей. Можно делать все остальное, что делает Путин, а вот только пенсионную систему нельзя. А это все звенья одной цепи. Вот сегодня не раз прозвучало и Путина в отставку, и правительство в отставку. Яблоко поддерживает эти лозунги? Яблоко эти лозунги поддерживает. Тут сложно их не поддерживать. Во-первых, потому что Явлинский боролся с Путиным на выборах. Мы считаем, что ту политику, которую просто отдельно правительство отправлять в отставку, совершенно бессмысленно, потому что это не отдельный орган, который принимает отдельные решения. И это, конечно, не принимает решения. Вот немножко, как ваши, вы немало занимались экологией, как я знаю. В Новосибирске проблема с мусорным полигоном, с мусорной концессией продолжается. Она еще не разрешена, хотя не раз обещал ныне действующий уже губернатор Тавникова, что концессия будет расторгнута или что-то будет изменено. Вот эта ситуация с мусорными концессиями, когда на мусоре пытаются зарабатывать, она для России характерна или это для Новосибирской особенной ситуации? На мусоре надо зарабатывать. Только не на его складировании... А журничать не надо. Только не на его складировании, часто и незаконном складировании, а на его переработке. Я убежден в том, что мы не решим проблему мусора в России, а проблема мусора это во всех регионах. Пока у нас не будет реальной системы раздельного сбора и переработки отходов. Потому что мусор это огромный ресурс. Это у нас принято, что мусор все сложил вместе и выкинул. Так вот, новосибирская ситуация уникальна или нет? Нет, она, конечно... Как сейчас везде так, да? Вот если конкретно про концессию, это, конечно, отдельная история, это у вас... Это скорее уникальная история. А история с тем, что создаются незаконные свалки, незаконные полигоны, с тем, что эти свалки горят и окружают все города. Это, к сожалению, стандартная история. И государство вместо современного способа, либерального способа дать возможность бизнесу зарабатывать на этом, организовав раздельный сбор, чтобы товарищи собственников жилья организовали у себя пункты раздельного сбора, возможно, на несколько товарищей. Значит, все это у нас делается как? Как привыкли товарищи коммунисты. Значит, принят закон об определении, что есть единый оператор, что он должен, на каждый субъект федерации, что он должен определить схему. Это понятно, понятно. И вот все, и считают, что этим возможно. Нет, ну, государство должно сделать общерамочную вещь, общерамочные правила, а дальше должна быть частная инициатива. Новосибирская ситуация, в том числе протесты в Новосибирске, они как-то в центре видны? Или это вот наша локальная проблема, которая не особенно заметна? Вы имеете в виду экологические протесты? Да, вот экологические. Эта тема слышна, конечно. И эта тема, и пенсионная. И вообще, какое у вас впечатление, не только как у Яблочника, а у жителей наших столиц? Вы же теперь в Москве живете, да? Я считаю, что я живу в Петербурге, но работаю в Москве, потому что рабочие дни я в Москве, все-таки в выходные я возвращаюсь в Петербурге. Понятно. То есть, Питерец просто в командировке. Продолжительный. Вот эта вот Новосибирская ситуация, я сейчас покажу, вот там вдалеке, видите, митинг, на котором участвуют сразу почти все политические силы Новосибирска. Как часто в России это вы наблюдаете, чтобы Яблоко выступало вместе с коммунистами и другими? Даже там и националистические флаги. Это, честно говоря, это сложный для меня вопрос, потому что я считаю, что мы должны проводить свои митинги. Это исключительный случай. Мы говорили с коллегами, что проведение митингов совместно с коммунистами и даже вот что-то похоже, я не очень понимаю, что это там за организация такая, да? Это не лучший пример. Но ведь подождите, давайте вспомним. Явлинский официально получил что-то чуть больше процента на последних президентских выборах. На чем он получил? На последних президентских выборах. А у нас были президентские выборы? Ну, я же сказал, формально. Ну, у ты. Тем не менее. Не, получил он как раз, написали ему неформально, а выборы были формальные. Понятно, понятно. Даже если бы он получил 5%, это все равно один из 20. Если бы реально 5 человек из 100, пришедших на выборы. То есть поддержка яблока не так велика сейчас в стране. Это факт. Как вы это определяете? По крайней мере, если мы сейчас попробуем провести яблоко, а у нас яблоко проводило, яблоко, пикеты, митинги в Новосибирске, то на вот этот вот небольшой сейчас, это на сколько? Ну, наверное, сотни 3 человек, может 5. Ну, нет, ну больше там. Сотни 5, да. Может тысяча точно. Может тысяча, не знаю. Ну, на митинг яблока пришло бы, ну, в 10 раз меньше людей. Ну, в 5 раз меньше. Немного людей, немного. Я хотел спросить, вот яблоко, его лидер, вы как молодой, один из молодых руководителей, может быть, это новая волна для яблока. Яблоко существует давно. И уже, к сожалению, по крайней мере, у нас здесь в провинции, такое впечатление у меня, что яблоко в той схеме, которая существует, ну, уже не сможет набрать заметное количество избирателей, заметное влияние. Яблоко будет что-то менять? Или еще и у вас все в порядке? Сможет набрать. Нет, не сможет. Вот мы сегодня, думаю, конкретно сегодня с молодыми людьми нашими, активом регионального отделения. В чем ваши перемены? Будем обсуждать подготовку к выборам здесь и городским, и региональным выборам. Мы меняем подходы, мы более активны в части региона, просто в том числе мы будем более активны и в Новосибирске. Например, на последних выборах в Новгороде, где ситуация тоже не сильно, я бы так сказал, вообще не лучше экономическая и политическая, чем в Новосибирске, мы получили почти 12%. Это тяжелый и непростой регион. Ну, просто в качестве самой критики, конечно, нам нужно быть более активным самим. Ну, может быть, просто, видите, более активным, чаще выходить на пикеты, пока что этот народ не привлекает. Может, как-то, ну ладно, это вы сами решайте. Пикеты? Пикеты, митинги, это все нужные формы, но видите, сколько людей пришло по активной теме, когда все, это вся политика Новосибирска сегодня на площади, их не так много. Людей, которые интересуются в политике. Если вы хотите по-серьезному, у нас вообще в стране гигантская проблема с тем, что когда в стране, ну, практически нет политики, ну, а откуда вы тогда хотите от людей активность? Я понимаю, поддерживаю. Все же зачищается, все срубается, как только человек чуть-чуть вылезает, его скашивают. Вы знаете, для меня просто ужасно. Я посмотрел две вещи. Кто вот эти вот люди, которые прошли во вторые туры, во вторые туры кандидатов в губернаторы. И эта проблема и для самой этой партии, которая все это организовывает, Единая Россия, подбирая себе партнеров на выборы от коммунистов и ЛДПР. И это в целом проблема для страны, потому что это такое интеллектуальное выгорание, такое интеллектуальное обнищание, это катастрофа. А что делать? Сейчас, я привык все-таки смотреть, потому что я считаю, что лицо кандидата – это его программа. Что бы там, никто не читает, все читают прекрасно. Я посмотрел программы кандидатов, которые вышли в Приморье во второй тур. Ну это же ужас, это просто, я не знаю, какой-то кошмар. Надо коротко, легитимными методами, которые существуют, ситуация настоящего, нашего режима, в котором мы живем, легитимные методы, они смогут ли что-либо поменять? Или надо ждать, пока ситуация вообще до загнивания. Значит, вот что делает Яблоко? Яблоко готовится к тому, что этот режим точно закончится. Мы делаем все для того, чтобы он закончился быстрее. Он когда-то закончится. Вы делаете легитимными методами? Какие-то радикальные? Я не успокоюсь, только легитимные. Я не имел в виду, вы участие, я не могу сказать. Потому что Яблоко только законными методами на выборах хочет сменить эту власть. Но самое важное, что когда эта власть абсолютно исчерпает режим. Я имел в виду выборы, только выборы. Только выборы, другого варианта нет. Потому что все остальное ни к чему хорошему не приведет. Что самое важное, что когда режим закончится, мы должны быть готовы и кадрово. Чтобы были молодые люди, которые придут и будут работать. И содержательно, чтобы было известно, что нам делать завтра, послезавтра, через 10 дней, через год. Потому что самое ужасное, что может случиться, что режим закончится, и никто не будет знать, что делать. Вот это самое ужасное. У нас же немножко так было. Даже Григорий Алексеевич в этом участвовал. Он присутствовал. Да, только ему не дали в этом участвовать. Собственно, знаете, столько мифов бывает, что вот там, допустим, Явлинский. Поскольку у вас время ограничено, а у меня аккумулятор, скажем так, могу узнать, дети у вас есть? Нет. Вот политикой занимаемся, понимаете? Политика, ну, слушай, может, дурная карьера, если даже такие правы. Я не это личное дело, конечно. Ну, понимаете, а кто-то же должен этим заниматься. Иначе мы придем к тому, о чем я им говорил. Ну, карьера. Вы экономист по образованию, железнодорожник. На железнодороге неплохо плачет, наверное. Ну, понимаете, мне интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. Это для меня, лично для меня это огромное счастье, что я занимаюсь тем делом, которым я очень люблю заниматься. И все время у меня так было, что когда я работал в администрации, это, правда, сильно выбешивало то, чем мы занимались городские власти Петербурга, тогда губернатор Матвиенко. Потому что мы боролись против автоцентра, мы боролись против незаконного призыва и так далее. Я хотел уточнить про вашу право служения. Ладно, скажем про наших детей и наших внуков. Как вы, можно ли им надеяться, как вы думаете, что методами выборов или вот методами, вот посмотрим вот опять, вот таких, да, митингов, вот он сейчас там заканчивается. И такими методами перемены, добрые перспективы, они... Только такими, потому что иными перспективы будут крайне печальные. Власть этого не понимает и старается не допускать мирного протеста, мирных перемен. Потому что это все, к большому сожалению, может привести к немирному протесту и к немирным переменам. Но это не метод яблока. Это вообще не метод яблока. И, к сожалению, если это, не дай бог, наше стране случится, вот это будут очень тяжелые последствия для нас в свете. Я, конечно, так... Вопрос слишком простой и ответ вполне очевиден. Тем не менее, как вам Новосибирск? Ой, я очень люблю Новосибирск. Хочу снова вернуться сюда поскорее. Потому что тут люди очень хорошие. Мне очень интересно с теми, с кем я здесь встречаюсь. Ну, еще и потому что я никуда в Новосибирской области, никуда до сих пор, кроме Новосибирска, не выезжал. Вот почему. Ну, Новосибирск это половина Новосибирска. Поэтому вы не по территории же имеете в виду. Вот это мне интересно посмотреть. Спасибо большое. Поэтому мне интересно посмотреть и другие города еще. А тогда вы остаетесь здесь на экскурсию или как? К сожалению, нет. Вечером улетаю обратно, но я обязательно скоро приеду, потому что нам нужно готовиться к выборам, и к выборам мэра, и к выборам городским, и региональным. У вас. У нас, Новосибирск. Конечно. Будьте участвовать. Нет, не я. Нашему региональному материалу готовиться. Я понимаю, яблоко, значит, будет участвовать. Вот интересно, но об этом поговорим ближе к выборам. Хорошо. Спасибо вам большое за разговор. Спасибо за добрый слава про наш город. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. Не знаю, насколько интересно для вас получилось интервью с политиком, но я думаю, что иногда буду показывать. Пишите, кого вам интересно увидеть, что вам интересно увидеть. Ваш Тимурханов из Новосибирска. Сегодня у меня еще в программе Виктор Казадой, если он найдет для меня время. И еще, может быть, что-нибудь интересное. Я встал на ноги и пошел на охоту.